Сборы российских кинотеатров в этом году достигли минимальных значений. По данным портала Бюллетень Кинопрокатчика, в первой декаде августа общая касса 20 самых популярных картин в выходные составила 104 миллиона рублей. И это почти на 80% меньше, чем было в аналогичный период прошлого года. Однако, как пояснил эксперт, в данном случае речь идет только о той выручке, которая проходит через продажу билетов на фильмы с прокатным удостоверением. Но эта статистика сейчас не отражает истинного положения дел. Потому что на самом деле существенную часть выручки многих российских кинотеатров составляет продажи на голливудские блокбастеры, у которых нет и не может быть прокатных удостоверений. Именно на эти сеансы приходит больше всего зрителей. А сборы от них не попадают в единую автоматизированную систему сведений. Но даже этого вовсе недостаточно, чтобы кинопрокат нормально функционировал, а кинотеатры перестали массово закрываться. Отрасль, которую изрядно потрепали коронавирусные ограничения, теперь с трудом держит новый удар. В результате прекращения сотрудничества голливудских студий с Россией за санкции кинотеатры лишились значительной доли своей выручки, а зрители остались без главных зарубежных новинок. Но кинотеатры все же находят способ. Вот тут вам и взломанные копии с русскоязычным дубляжом, привезенных из стран СНГ, и весьма распространенная схема с предсеансовым обслуживанием, когда голливудские новинки показывают перед демонстрацией других лент, которые официально и есть в прокате, а также показ фильмов с пометкой «рабочие материалы». Но даже эти вынужденные выкрутаться не могут спасти отрасль, ведь такие сеансы не могут иметь широкой рекламы из-за их серого правового статуса, а без продвижения сложно привлечь достаточно зрителей, говорят эксперты. Как переживают кинотеатры эпоху санкций, давайте узнаем в студии Андрей Яковлев, генеральный директор сети Хабаровских кинотеатров. Доброе утро. Доброе утро. Мы сейчас коротко обрисовали ситуацию. Действительно ли такие тяжелые времена? Или просто сказывается, что сначала был коронавирус, потом резко санкции, и одно за другим без права на передышку? Аж плакать захотелось после ваших слов. Действительно, коронавирусные ограничения нас сильно, наверное, потрепали, но в ситуации сейчас лучше бы был коронавирус. И фильмы все-таки бы были, голливудские все бы работало, голливудская машина рекламная работает. То есть мы потеряли, конечно, порядка, ну вот сейчас вы называете 80, ну мы так говорим, где-то порядка 70% мы потеряли выручки кинотеатра. Вы забыли добавить, что очень много кинотеатров в стране и закрылось. То есть если считать по залам, то мы также потеряли очень много залов. Той зал работает не в полную силу. То есть кинотеатры в стране, кто не смог договориться по аренду в торговых центрах, кто не собственники, они, конечно, закрываются. Очень много объявлений о продаже кинотеатров. И отрасль действительно, то есть без голливудского кино в этом, скажем, году, она действительно загибается. Государство, конечно, выделило в этом году экстренные деньги на 11 миллиардов рублей. Они выделили на съемки фильмов, но эти фильмы появятся только в следующем, в 2023-2024 годах. Ну, к российскому синематографу мы еще подойдем. Вот если про выручку мы поняли, да, 70% примерно в среднем по отрасли. Поток зрительский на сколько упал? Ну, практически так. Примерно так же. Это лишь дело в том, что голливудские пропали, да, киноновинки. Или все-таки вот за те годы пандемии, которые действовали ограничения, люди, ну, немного перепрофилировался зритель, переключилось зрительское внимание, может быть, на какие-то киносервисы. И, как бы, отвык немного зритель и стал по-другому воспринимать все. Ну, здесь совокупность, наверное, будет таких мер, конечно. И за время пандемии много людей ушло на онлайн кинотеатры туда. То есть мы видели там, в прошлый раз, кажется, обсуждали, что там рост стремительных всех онлайн-компаний. Слава богу, Netflix ушел. Вот. И мы сейчас вернулись в кино. Ну, плюс, когда мы тоже с коллегами обсуждаем, Голливуд все-таки он делал из, голливудский маркетинг, делал из фильма события. То есть каждый человек понимал, ну, как же он не пойдет там на нового Тора. То есть это целое событие, у тебя со всех утюгов реклама идет. То есть, да, там, сейчас мы потеряли рекламу в Инстаграм, рекламу на Ютубе. То есть, да, там, и только осталось телевидение. Но российские, скажем, российские продюсеры не готовы тратить такие деньги, как голливудские, на продвижение своих фильмов. То есть, вот, прекрасный фильм был, ну, еще идет одна. Да, он мог вполне собрать свой миллиард, но они остановились там в районе 400 миллионов, потому что маркетинг, ну, сработал не в полную силу. И у них, ну, у продюсеров, наверное, и нету таких денег, чтобы, там, вложить, там, 200-300 миллионов рублей на то, чтобы фильм, ну, прокачать, скажем. Ну, да, сложно себе представить «Мухтар-2», возвращение. Ты думаешь, как же я не пойду на этот фильм? Ну, слушайте, «Мухтар-Мухтар», ну, да, если я вспоминаю, например, «Нулевые», когда голову поднял российский кинематограф, да, когда начали выходить повально просто, ну, фильм-звезда за фильм-звездой, «Ночной дозор», «Девятая рота», и, действительно, люди открыли глаза и поняли, что, ну, «Бэтмам-бэтов» может снять шедевр, который соберет такой бокс-офил, что мало не покажется, и перекроет голливудские новинки. Сегодня это наша реальность? Сегодня может, действительно, кассу собрать российский фильм? Вполне может. И есть подтверждения, которые, ну, выходят. В основном они, конечно, сейчас выходили в районе Нового года. То есть, ну, из ближайших таких крупных, ну, можно выделить там, «Красная шапочка» — это тот, опять же, у нас меньше месяца до фильма, но никто в студии и не скажет, что это. А это реально там российский такой блокбастер в стиле, не знаю, там, наверное, съемок «Гая Ричи». То есть, ну, там, сотни миллионов снят этот фильм. То есть трейлер очень хороший. То есть… Маркетинговой концепцией, может быть, можно для того, чтобы просто популяризировать эти направления, чтобы к российскому кино стало больше интереса. Ну, пытаются государство выделять, то есть отдельные деньги на съемочный процесс и отдельные деньги на продвижение. То есть есть даже СМИ выделяют деньги на возвратную рекламу. То есть, ну, они перестроятся сейчас, поймут, как это, наверное, как это работает. То есть, ну, многие отучились за время пандемии смотреть телевизор, все ушли там, в интернет много ушло людей, и они, ну, телевидение тоже пострадало, скажем. А что еще формируют? Какие фильмы, может быть, страны, какие нам поставляют интересные киноновинки? Я вот заметил очень часто сейчас, если мы говорим про комедии, французские комедии вновь появились на больших экранах, а они весьма милые всегда были. И, мне кажется, сейчас остаются такими. Ну, могу сказать, что возглавляет сейчас российский бокс-офис, да. Фильм «Вышка» — это американское кино с Великобританией снято. То есть Россия, как сказать, ну, вроде бы и под санкциями, да, у нас нету Диснея, нету Юниверсал, да, но практически первая пятерка сейчас топ-сборов российских кинотеатров — это все нерусские фильмы, это все там Франция, Германия, вот, я сказал, Америка, Великобритания. То есть какие-то независимые зарубежные студии, которые продолжают для нас поставлять какие-то материалы, да, какой-то контент. Насколько это качественное кино, и насколько, ну, реально мы можем говорить о конкуренции там с прежним, там, Голливудом? Ну, вот могу сказать, ну, фильм «Розен», конечно, есть с хорошими отзывами и рейтингами, есть с не очень хорошими отзывами и рейтингами. Вот взять-то вот «Вышка», да, там, прекрасное кино, очень классно снято, все выходят в восторге, то есть вполне качественное, достаточно очень качественное кино. Ну, на самом деле, те фильмы, которые, скажем так, голливудские, да, которые мы привыкли видеть, это больше, наверное, коммерческая какая-то история, а вот те фильмы, которые сейчас от независимых компаний, ты приходишь в другой раз на такие фильмы, которые не распиарены, и понимаешь, что, а почему бы и нет, это весьма качественный фильм с интересными актерами, актерской игрой, и прям открываешь для себя какой-то новый мир фильмов. Ну, это нужно еще, чтобы реклама подействовала, либо человек сам пришел, весь время посмотрел там трейлер в интернете, да, выбрал его, то есть здесь ты уже сам больше действия совершаешь, там, выбираешь, какой-то фильм пойти на «Мухтар-2» или на «Мухтар-3». То есть не просто пошел за рекламой, это какой-то должен быть осознанный твой выбор, придется, то есть здесь сложнее просто заматить. А раньше тебя вели в кино, то есть тебя вели, и все. А еще раньше человек шел сам фильм, я бы вот, например, с удовольствием пошел, если говорить про какие-то попытки выживания, да, да и не только, наверное, выживание, мне очень нравятся старые фильмы смотреть, я бы вот про «Человек с бульвара капуцинов» я бы пошел смотреть на голубом большом экране с удовольствием. Вот, например, показы старых, любимых фильмов, они как-то спасают, выручают, собирают вообще зрителя? Из, скажем так, опыта последних лет, единственный, который хорошо сработал, это «Брат». Вот, вот, он единственный. «Брат», видите, он вышел как раз на фоне вот этой специальной операции военной, как раз у людей патриотизм, что-то схожее там, «Американцы плохие». Вот, и «Брат» единственное, мы перевыпускали несколько фильмов там, в следующем месяце будут «Покровские ворота», но это разовый показ, который придет там 100 человек со всего города и готовый заплатить там, не знаю, 100 рублей за этот фильм, но точно, наверное, сколько средний фильм стоит вечерний. Ну, там прекрасный, Олег Менщиков молодой, идите посмотрите. Ну, я же правильно понимаю, что и затраты кинотеатра на перевыпуск таких лент особых не несет? Нет, почему мы так же платим за них? Так же платим. Есть какие-то стратегии тогда выживания и вот какой-то свет в конце тоннеля? Потому что, конечно, не хочется остаться без кинотеатров ни в коем случае. Это тот вариант досуга, который вообще в любой момент, который все-таки доступнее многих других. Мы находимся, скажем, сборы действительно у нас очень низкие. И сообщество кинотеатров от государства все-таки ждет поддержку, чтобы не закрыться до выхода «Чебурашки», скажем так. У нас в декабре выйдет громадный проект уже, да, с гармошом «Чебурашка». То есть и фильмы-то есть. На следующей неделе заходит фильм «После», четвертая часть. То есть мы не сидим, скажем, без фильмов. Да, выручка упала, кино превратилось из бизнеса в досуг народный. И мы не увидим такого бума открытия кинотеатров, как было раньше, только закрытие кинотеатров произойдет. Ну вот, и в принципе, это вот взять... Сейчас у нас будет скоро Московский международный кинофестиваль, да. Фильм «Открытие» будет «Серф Сепармы». Ну, обалденное кино, советую посмотреть. Большой российский блокбастер. Половина фильмов, которые представлены на фестивале, это, так называют, фильмы из недружественных стран. То есть, опять же, Америка, США, Германия, Корея, Япония. То есть Россия не в изоляции. То есть и фильмы, то есть они есть. Но, скажем, и есть что посмотреть. И российское кино так же оно, я думаю. В следующем году мы его увидим совсем в другом виде. То есть сейчас они соберут фильмы, коллекцию, поймут, распидают на следующий год, на релизы по датам. И мы увидим в следующий год прекрасное российское кино, которое народ пойдет. Большие, там, исторические, спортивные. Ну, что у нас любят в России, на них действительно ходят. Каким-то событиям посвящены, поэтому... Ну, значит, есть надежда и есть стимул для того, чтобы работать дальше. Надежда есть всегда, да. Надежда есть всегда, конечно. Конечно, сборы пробивают, каждую неделю пробивают дно, так у нас это все называют, да. Но, скажем, говорю, нам вот надо продержаться до Чебурашки. Продержаться до Чебурашки – это фраза отнятия. Ну, не Марвелом единым жив. Кинематограф, кинотеатр, Чебурашка наш герой. Да, действительно. А для того, чтобы у нас действительно появлялось достойное, хорошее кино, его нужно на что-то снимать. Поэтому, кинематограф, надо поддерживать. Поддерживать в прямом смысле рублем. Приходите в кинотеатры, там, правда, есть что посмотреть. Если нет ваших любимых голливудских фильмов, то формируйте новые нейронные связи, как предлагал Митя, почему бы и нет. Доживем до Чебурашки. У нас в гостях был Андрей Яковлев, генеральный директор сети Хабаровских кинотеатров «Киногигант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова